Так, я включаю запись, начнем с географии. Отходы Житкивы. Я живу в Омской области, поселок Магистральный. Рядом 2 км от Русска. Зовут меня Грастина Валентина Леонидовна. Так, хорошо. Все прекрасно, слушаю дальше. Я в Каустине, я на пенсии, не работаю. Начала, я, как вам правильно сказать, купила саженцы Грусси и Абрикорси. У нас есть питомники. И посадила их, ну как, как садят. Как мы знали, нас учили, как мы садим. Тут я посмотрела в Ютубе. В Ютубе смотрю ролик ваш Лелизова, Валерия Константиновича. Она была настолько в шоке. Будь мой, такая красота. Да, такие у вас фрукты, это вообще, я думаю, как в сказке вот это все. Я заинтересовалась, мне стало очень интересно. Я стала смотреть ваши ролики, вебинары, ваши прогулки по саду, по вашим этим питомникам. В питомнике смотрела вашего сына. Мне очень понравилось, как он занимается этим. И я очень много узнала, как, оказывается, надо было правильно посадить деревья. А я же этого не знала. Посадила, натолкала туда всякое. Но у меня, получается, не было там ямочки такой. Просто коровная почва подбила. Что нужно, надо было 4 сантиметра, эта шейка там такая есть, как вы тесняетесь. Не надо загублять это все. Вот теперь, значит, я думаю, что же мне теперь сделать. А если я их, я брала 2 готововые. Они проросли у меня вот лето, зиму простояли. Они все отошли, все листочки пустили. Один абрикос у меня, первенец Самары, он у меня наполовину замерз, что ли. Но я его не стала обрезать. Думаю, я его обрезу весной. Вот, я думаю, пересадить, наверное, не нужно сейчас весной. И сделать так, как вы учили. Сделать горочку, выбрать место, где повыше. Сделать горочку. Такой в центре горочки сделать ямочку такую небольшую. И, как вы показывали, по уровню там этого посадить в них. Вот. И груши-то, и груши так же посадила. Ну, короче, я неправильно все это посветила, посмотрев ваши отдельные передачи. Передачи очень интересные. Очень интересные. Так же с вами вместе посмеялась, как вы там рассказываете. Я тоже с вами тоже вместе посмеялась. Ваше, вот это, что вы правильно показываете, что вот белой краской нет. Как ваши деревья надо расти, что нельзя их вообще трогать. Посадил. Чтоб они их посадили, полили их там. Как, если память не меняет, мне эти первые саженцы где-то до середины лета. На зиму их поливать вообще деревья никакие нельзя. Я все время шланг бросаю на деревья. Поливаю их. Вот. И... Листья. Мне что еще интересно поразило, как вы рассказывали про листья-приконцы. Какой формы они. Почему они такие, что вот защищают они ствол дерева от воды, стекает по листикам. Вот. Что нельзя деревья поливать. А я все время беру шланг с напором. И крону, и, знаете, ствол поливаю. А это, оказывается, нельзя делать. Я думаю, что у меня не растет толком яблони. Яблони... Яблони... Так, как это... А, медуница. Тоже покупала. И вот стоит на одном месте. Эти заглубления я делала. Яблони у меня не росли. А вот один... А вот один... У меня... Это самый... Сейчас скажу. Такой... Опор Дубровского. Он у меня тут сидит в огороде первый. Но я там такого ничего... Он у меня вырос так хорошо. Вот такие эти... Пустил верхочки вверху прямо. Яблоки такие вкусные. Яблоки созревания, если у них не салатные. Это, наверное, после сентября. Сентября. Вот. И... Да, да. На сентябрь мне уже начинают отказать, что нельзя обрывать, оказывается, сентяблоки. Плодушечку пустим. Ну, король. Я столько многое узнала. И так мне очень интересно. И я смотрю ваши передачи. Многое что-то хотел вам еще рассказать. И что-то уже рассеялось. Так. Теперь я буду говорить. И так исключаем крайности. Я за всем слежу. Вы сказали, теперь я поливать на зиму не буду. Если дичайшая засуха, конечно, не заливать там двусмерть. Но полить придется. Раз. Исключения из правил бывают. Второе. Вы сказали, что посажу и поливать не буду. То есть еще и летом, я так понял. Вот. Я это не говорю, что тогда правильно. Имеется ввиду взрослое дерево, оно находит влагу уже само. Там поливая, не поливая, ему уже без разницы. А саженцы с маленькими корнями все-таки поливать придется. Это два. Пересадка. Вы хотите саженцы, которые были годовалые, посадили, еще год прожили, а теперь вы и решили пересадить. С одной стороны, все правильно. Абрикос и груша, именно эти виды, боятся сырости и, будучи посажены в углублении, сгнивают быстро за несколько лет. Вот. Их это желательно, конечно, пересадить. Пересадить вариант А2. Вот он на экране. Я же еще экран показываю. Мы же с фильм снимаем серьезный. Вот на таком холме, пожалуйста, тут уже не будет сопривания. Вот. Даже если холма не будет. Ну, вариант с холмом. Ну, где сейчас искать для вас холм? Вы и так понимаете, все видели. Но, страшно другое. Вы уже саженец, который прижился, собираетесь пересаживать. Выкопали, опять корни нарушили. Тогда надо опять полкроны убирать. Ну, чтобы была еще долгая жизнь. А нет ли у вас возможности, может у вас там небольшой склончик, а может быть воду отвести. Уже пусть сохраняется это же самое углубление. Но расширить его. Как бы раз. Вот я показываю пальцами. Потом вот так вот тяпкой. Раз-раз-раз разодрать. Чтобы была не вот такая ямка. Нет, нет. Не такая ямка, а поширше. Чтобы туда больше сквозняк был. И отводная канавка для воды. Смотришь, уже не надо пересаживать. Но это я не видя, это общее пожелание. Нарешите на месте сами. Так. Абрикос тут я развожу руками. Он самый вредный. Вот. И он, наверное, все-таки, если сохранится ямка, он сгниет. Все-таки его, наверное, пересадить придется. Так. Теперь вы в Омске живете. Там на 1-2 градуса холоднее, чем у меня. Вот. Что вы у меня выписали или собираетесь выписывать? Я ничего не помню. Я позвонила. Ей некогда Ваше сносить. А, все ясно. А, все ясно. А, с ней вы разберетесь, но у нее практически саженцев нет. Давайте еще одно направление. Попробуйте. Недолго, 4-5-6 лет ждать косточки слив и абрикосов. До плодоношения. Можно дождаться. Вот. И довольно приличные плоды будут. И уже, действительно, посаженные, как положено, нахол, они не пропадут. Вот. Они будут многие годы. В Омске живет семья Матвеевых. Вот. Я уже дважды показывал фильмы про них. В одном случае это были войлочные вишни. Прекрасные. Это мои вишни. Уже начали торговать саженцами. Имейте ввиду семья Матвеевых. Вот. Второе в случае это у них уже и абрикосы. Прекрасные урожаи дают. И еще много чего дают. То есть, учитывая их опыт. Но, видите, разница в чем? Они у меня практику проходили прямо в моем саду. Вот в чем разница. А, ну да, конечно. Ну, ничего. Вы смотрите видеофильмы, догоните и обгоните их. Хотите их сразу обогнать? Пожалуйста. Сотню косточек персика. У меня персики дорогие, ладно. Путь будет 20. Вот. Сотню косточек абрикосов. Сотню косточек слив. Сотню косточек вишен. Яблонь и груши только на подвой. Второй этап. Прививка. То есть, сначала выращивайте сиенцы сибирки штамбовой. Желательно укутуренные. И семена уссурийской груши. На следующий год черенки. И вы это. Вас лучше в садом гоните в отверях только если... Ну, если честолюбивая. Дальше от вас зависеть будет. Так. Ну, в общем, мы поговорили. Сколько мы поговорили? Десять минут. Одиннадцать. Вот. Ну, задать еще пару вопросов. И будем расставаться и до вебинара. Вебинар, как всегда, по понедельникам. Так. Я хотела бы узнать, а косточки у вас выписывать когда? А вот косточки именно у меня. Больше никто. Лучшая и чуть ли не единственная коллекция в России. После того, когда умерло несколько человек. Я их называю супер садоводы. Из этой плеяды я, похоже, остался один. Вот. Ну, давайте я у вас выпишу. И я еще хотела спросить. Вот у меня... Я сож... Дверь я сейчас буду, если что, садить. У меня там картошка расклана. Ничего страшного. А, кстати, давайте-ка мы посмотрим, кто нам мешает зайти сейчас пошариться по интернету. Смотрите, как это выглядит. Я сейчас нахожу следующее. Вот. Архив. В архиве есть посадка, 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 посадка. Вот она. И здесь есть фотографии работа с картофельным полем. Именно картофельным. У меня на все случаи жизни есть. О, пролистнул. Возвращаюсь. Возвращаюсь. Смотрим. Второй раз пролистнул. Сейчас. Видел же, видел. Видел же, видел. А, вот. Третий раз пролистнул. Наконец-то. Смотрите. И так. Так что, четвертый раз. Вот, вот. Значит, смотрите. Перед вами на экране картофельное поле. Вот. Вот. Оно всего один год было заброшено. И уже. Нет, не так. Даже. Еще годом раньше садили. Выкопали. Выкопали. До осени. Вот. Там огромная куча. Этого. Уже успели опять отрасти. Длинные. Эти самые сорняки. Вот. Сергей агроном. А я любитель. И вот. Он говорит. Давай перекопаем. Я говорю. Нет. А их так учили. Не просто агроном. Сельхоз. Вот. Я говорю. Нет. Мы просто взяли. И эту. Эээ. Эээ. Обыкновенная. Косилка. На. Бензиновая. Эээ. Это. Матокоса. Мы взяли. И скосили. Убрали. В сторонку. А земля. Как видите. Она практически. Не без зерна. Вот. Это один из вариантов. Раз. Бывшее картофельное поле. Значит. Можно калечить землю. Подчеркну. Калечить. Вот. Вот. Никак не калечить. Это потом. Попозже. Нагревается. Раз. Привозится. Перегной. Земля. Она. Очень сильно была высажена. С помощью картошки. Ну. Если садили. Даже. Наверное. Не десятки. Я подозреваю. Сотни лет. Вот. Земля слабая. Плохая. Перегной. Видите. Как все наглядно. Вот. И. Наконец. Вот. Она. Готовое. Посадочное место. Вот. У меня. Снега мало. Мне. Хватает. Нам. Хватает. Вот. Таких. Вот. Посадочных мест. Невысоких. Вот. Что произошло. После этого. За семь лет. Я показывал. Это. Свошедший дом. Вот. А я сдавал экзамен. Вот. Это первый год. 2015 год. Заплатил миллион рублей за этот участок. Вот. У нас же земля нет в стране. Приходится разоряться. Далее. Вот. Прошли семь лет. И здесь сейчас столько всего растет. Что. А. Я вам показывал. Вот она. Вот. 2002 год. Любуйтесь. Поверная фотография сделана. Там где стоит Сергей. На пустом участке. Вот. Это я хотел подчеркнуть. Так. Вот. Именно это. Вот. И. Внимание. Если бы. Я уже для всех говорю. У вас картофельное поле. Там проще. Можно нагрести. И все. А это привозная земля. Потому что дерн. Если он есть. Это святое. Его нельзя трогать. Там даже. Топтать его ногами. Для. Всей живности. Что там. Особенно ценное. Вот. Затаптываются. Муравьи. Затаптываются. Затаптываются. Ходы. Вентиляция. Червей. И так далее. Так вот. Но это ладно. Хочешь не хочешь. Натопчешь. Но. Привозится. Две-три таких. Тележки. В середине. Ямка. И садится в эту ямку. Точка. Хоть косточку. Лучше несколько. Вот. Хоть саженец. Это вы увидите. В фильме. Когда. Закончим. Так. Фильм. Может сегодня. Даже сделает. Мой брат. Он их быстро делает. Вот. То есть. Доводит дома. Музыка. Там. Титры. И. Вы мне. Напишите. Константинович. Пришли. Пожалуйста. Это. Кино. Свежее. Вы увидите. раньше. Чем. Потому. Я не знаю. Видите. В ютубе. Или нет. На канале. Ну. Это. Я вам специально вышлю. Вы. Соучастница. Ясно. Ну что. Будем заканчивать. Я вас подписываю. Ну. Будем надеяться. На вебинары. Да. Я смотрю. Мне очень интересно. Так что. Я. Ой. Ой. Как я вам благодарна. А. Канал. С удовольствия по железу. Вот. Если. Не подписаны. Я на ютубе. У меня. Я не дружу. С компьютером. Вот. Я по ютубу. Смотрю все ваши эти. Передачки. Ага. Так что. Очень хорошо. Ну. Как. Слов нет. Какую. Такую. Красоту иметь. Сотня. Косточек. Абрикосов. Сотня. Косточек. Абрикосов. Селифов. Вот. Будет то же самое. Вот. Именно. Деревья. Знать. Что. О них. Я прям. Я же. Вот. Первый раз. Котланы. А на самом деле. Не мешать им. И не лезть с лопатой. С пилой. С этим. С секатором. И с этими. Лекарствами якобы. Все таки. Не лезть куда не дают. Точка. И тогда. Вот то что на экране. Все будет и у вас. Тем более в Омске. Матвеевы. Приехали. Всей семьей. Отучились. Нахапали. То что было. Результат. Пожалуйста. У них. По моему. Называются. Они же ваши земляки. Кажется. Кажется. Ой. Забыл. Ну. Найти можно. О. Маленький город. Найдете. Я имею ввиду. Как садовый. Там. Авторитет. Там. Знаете. Что делается. Ой. Что там делается. Ой. Жалко. Я тут. Недавно стер. Сейчас. Ой. Это умудрится. Морочит. Людям голову. Что они. Черешни выращивают. Представляете. Черешни выращивают. Да. Я посмотрела тоже. Да. Видели. А вот. А вы сходите. Посмотрите им в глаза. И спросите. Откуда дровишки. Откуда. Вот. Я Матвеем предлагал. Видимо. Все это по барабану. Хотя. Это конкуренты. Вот. Ну. Все. Заканчивайте. Разговор. Новые дела. Владимир Константинович. С наступающим. С Новым годом. Вас. Здоровья. Вам. Здоровья. И здоровья. И пусть ваши роды. Просветают. Радуют. Вам спасибо. За такие слова. Я очень рад. Что я не один. Что кто-то и мне не верит. А то помните. Шарлатан. Оказывается. Да нет. Что. Ну. Все. Давайте расставаться на этом. Учтите. Саженцы. Сергей вам не продаст. Я заранее говорю. Практически все проданы. Вот. Ну. По предоплате. Они сидят. А их уже считайте и нет. Так что. Начинайте с косточек. Это от серой души. Говорю. Не пожалеете. Ну. А мне как. Через. Так же позвоните. И вам. Чтоб вы мне выслали. Лучше. Конечно. Можно. Вечером. Заказ. Я могу принять. И по телефону. Вот. Мой сайт. Мой сайт. Вот. Это не он. В общем. Три слова. Набрать. Сайт садовода Железова. Вот. Вы оказываетесь на сайте. На сайте. Вот. Та фотогалерея. Что мы сейчас там были. Вот. Контакты. Вот. Для контакты. Тут есть электронный адрес. Железов.садсип. Собака.имал.ру Скопируйте. И напишите мне письмо. Константинец. Пришлите свежий каталог. По семенам. Проверьте. Вам надеяться уже бесполезно на это. Я не это. Сергея не подставляю. У них просто нечего уже высылать. Вот. Давайте. Начинайте с косточек. Пока будете ждать саженцы. Ох. Еще год надо ждать. Пока вырастут. При пересадке поболеют. Сами знаете. Я этого никогда не скрывал. Ну все. До свидания. А можно я вам позвоню? Вы меня это самое высылите. Можно. Ну вот посмотрите в начале. Тогда знаете как сделаете. Вот каталог на. Это. Вот. Даже не здесь. Нет. А. Это каталог тех самых саженцев. Которых уже и нету. А вот каталог. Видите. Объявление. Скидка для пенсионеров. Для тех кто не раз заказывал. Тут есть одно но. Вот. У меня почему то этот каталог не открывается. А может откроется сейчас. Тогда можно по телефону. Вы говорите. Я хочу Королевский. Я хочу Бай. Я хочу Серапим. Я хочу Амур. И то. И это. И это. И это. Как говорит фильм. И того побольше. Вот. У меня не открывается. У других говорят открывается. Попробуйте. Увидите потом на экране. Но чтобы увидеть надо дождаться тогда. Ну написать письмо. Как то. Найдите мой электронный адрес. И тогда. И вот этот фильм закажите. Вот это. Что мы сейчас снимаем. И заодно и это самое. Вы сможете ко мне попасть. И знаете. Ой. Ну это. Слогновато. Ладно. Документы. Так. Что мы сейчас с вами сделаем. У меня каталог. Который открывается. Иначе тут перестало открываться. Вот. Уточенный каталог семечек. Это из моего архива. Вот видите. Вот это вы прочитаете. Чтобы иметь понятие. С чем будете иметь дело. А потом вы увидите цену. Сколько. Какие стоят. Не дешево. Но зато это. Зато настоящие. Не эти. Не нарисованные. Вот. Ну и наконец. Минимальный заказ. Максимальный. Не ограниченный. Вот. А еще я. Книги. Вот они. Вот. Брошюры. Вот они. Обуточная лента. Это уже для продвинутых садоводов. Учебные диски Уникальная вещь, что выписывают Две недели и пару дисков То есть они в роли уже не играют Как когда-то А жаль И наконец каталог Можете потом даже с экрана Вот эту остановить Вот эту посмотреть Дальше Вот эту вот остановить Посмотреть Дальше вот так остановить Потом вот так А потом То, что не каждый год У меня время идет Я все время что-нибудь добавляю Вот губу раскатываете Раскатываете Вы потом увидите Сейчас-то вы не видите Это то, что добавилось к каталогу Спасибо большое Сейчас я еще немножко листаю Сейчас подождите Еще буквально пару этих Даже черешня есть У меня на руке Фотография абрикоса академик Бывшего Сейчас он называется по-другому Размером 120 грамм Сливаника Абрикос фаина Крупноплодный Вот Поздний филиппио Королевский Секатолинский Даже он представляет Огромные ценности Мне это написали в письме Зато в нем, наверное, этих самых Витаминов в сто раз больше Да, в сто раз больше Не знаю, сколько тут витаминов Но Это лучшая коллекция в России Да и не только в России Все Дальше не буду Потому что еще бесконечно идет Давайте прощаться И значит, если я от вас получу электронное письмо Я сразу вам высылаю И это кино Даже в черновике вышло Чтобы не ждать Когда брат его оформит И каталог вышли Электронный адрес По-английски Железов СОЦИП СОБАКА.МЛ.РУ Попробуйте Может и сможете Попросите кого-то помочь Так Вы думаете Я помню, с кем я разговариваю Еще раз скажите Имя, отчество На литернарии Нидерна Это для них А для меня Валечка Целую, Валечка Все, пока Спасибо большое До свидания До свидания Останавливаю запись До свидания, друзья Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok